Выставка радует и удивляет одновременно. Радует тем, что в наших залах все больше и больше выставок таких кураторских. Когда человек бьется, озвучивает идею, эту идею подкладываешь, люди близки по духу, в результате получается, конечно, совершенно удивительный и красивый результат. Обидно только то, что основные генераторы идей у нас как раз девушки, Алексея Алексеевича. На самом деле, конечно, их больше, конечно, они покрасившие нас, но нам, я думаю, даже вдвойне приятно получать от них приглашение. Я думаю, есть смысл, чтобы инициатива, хоть известно, все-таки возникала из сильного пола. Сразу хочется предоставить слово Юлии. Юлия человек не просто неуспокоенный, а берет за грудки, несмотря на свою такую, какую-то необычайную масштабную природную скромность, ей удается как-то раз и сразу всех похвастить. Юлия, пожалуйста. Я очень рада, что Вы пришли на нашу выставку «Спираль времени». Мы понимаем время, мы расширяем путь. Вечно, а не временно, нашу любовь. «Спираль времени» — это очень интересная тема, и «Спираль» — это символ времени, символ смены рождений и смерти, а также символ смены фазы времени. «Спираль» — это символ энергии, жизненной силы, дыхания самой жизни, а также символ недорождения и плодоведостей. «Спираль» — это символ движения вечного развития и движения просветления и мудрости. «Спираль» — это символ скрытой энергии, потенциальной энергии и плодоведостей. То есть мы находимся в таком энергетическом пространстве, мы заряжаемся энергией, радостью, мудростью, движением к солнцу. Ну, я сейчас хочу представить участников выставки. Участвуют 18 человек. Должно было еще 20, ну, 20, к сожалению. К сожалению. Нет, ну, я хочу представить прекрасно удивительных художников, которые специально к этой выставке создали уникальные шедевры именно на теле «Спираль» и «Спираль». Это Лена Краснова, Юлия Лешкова, Света Шенковенко, Даня Матвеева и Лариса Капишина. Это вот сделано было к этой выставке. Еще на нашей выставке участвуют уникальные фастера, известные во всем мире, могу сказать. Это такое счастье, что они участвуют в нашей выставке. Это вот Вика Исаевна, Андрей Исаевников, Аня Мусиков, Александр Суриков, Арсений Виламанов, Алексей Алексеевич, Светков, Прокрасив, тоже нашу выставку. У меня это просто и хвостик. У нас все хвостик, я не хочу, чем герои. Бастер, ну, Виталий Нестюрин, Светлана Киндер, Владимир Ирин, Ирина Округ и Иван Клиндер. Ну, и у нас, поскольку выставка посвящена времени, в нашей выставке участвуют совсем неумные художники, начинающие. Это их первая выставка в салах союза художников. Мы очень рады, что вот Ирина тоже с нами. Это вот Анелия Асумышина сделала интересную выставку. И София... София Галфоновна, к сожалению, сейчас присутствует ее мама. Сейчас у нас будет концерт, выступает Сергей Арбов. Во время концерта мы будем общаться, размышлять о времени. Кому-то могут приходить интересные мысли, вот там можно записывать. В общем, кому-то придут стихи на ум. И купить ему, воду, сок и работа с жизни. Ура! АПЛОДИСМЕНТЫ Мы очень приятного, чтобы мы пригласили еще художникам, чтобы у нас вот эта идея развала сдачу, потому что она спиральна, это же личная развитие на основе. То есть надо двигаться дальше. И чтобы через год у нас осталось второе, не знаю, что мы тоже собирали файки, и мы сделали еще такие художники. День шар. И еще я тоже пригласила всем участникам этой выставки. Но я не слышно, что это надо, не слышно, что надо для художников там было. Будем создавать картины, тофи. Не слышно, что это нам еще и красивое. Я тоже хочу добавить прикольную к вас, потому что у нас была хорошая такая выставка, которая очень так тепло собралась, и есть так называлась «Маски». Тоже очень интересная тема, потому что это совершенно безграничная для художественных идей тема, и практически ничем никак не ограничена ни в одном из видов, ни жанров. Но она почему-то, кстати, всего один раз собралась и больше стираться не стала. Я хочу тоже пожелать, что просто действительно на следующий год может быть не 20 участников, а может быть 50 на два зала. Или можно вообще спуститься, то поедет на улицу. Тем более, что погода хорошая. Замечательный проект, я думаю, он обязательно должен быть. Но уже на новом веке это развить. Я еще хочу сказать огромное спасибо Сергею Романову. Потому что он в нашем выставке сам принял участие в этой праздной работе, энергетической. И что вы приняли участие в нашем выставке, огромное спасибо, что вы запомнили участие в этой праздной работе. И что вы здесь пошли. Спасибо. 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 Спасибо.